здравствуйте друзья сегодняшний выпуск мы ведем из магазина тик так что находится на константиновской 10 что на подоле в киеве любезно пригласили нас провести тестирование мониторов на своей территории руководство этого магазина давайте пройдем посмотрим что у нас сегодня программе сегодняшний наш обзор посвящен еще одной модели монитора в маудио этот раз модель м363 это значит три полосы 6 6 дюймовый басовик давайте разберем параметры этого удивительного монитора и так из достопримечательностей этой модели производитель отмечает сзади расположены порт фазоинвертор оптимизированные для воспроизведения низких частот 6-дюймовый кевларовый низкочастотный динамик 5-дюймовый кевларовый среднечастотный динамик и 1-дюймовый шелковый купольный твиттер они коаксиальная средний и выскочастотный динамик в этой модели то есть соосная то есть расположены на одной оси применен триампинг класса ab 160 ватт общей мощности подразумевается что на каждый динамик в том числе на 1-дюймовый шелковый купольный твиттер работает свой выделенный оконечный усилитель непосредственно без разделительных фильтров сами фильтры выполнены активными и стоят на входе этих самых усилителей разъемы xlr и 1 4 дюйма то бишь джек входы и rca не небалансный вход тоже присутствует трехполосный эквалайзер с байпасом который можно выключить и отключаемый фильтр низких частот сзади расположен регулятор уровня и включатель питания спецификации частотный диапазон заявлено 40 герц до 22 килогерц кроссовера частота между басовиком и мидом 400 герц и между мидом и твиттером 4 килогерца относительно усилителя низкочастотный усилитель на вуфер работает 110 ватт среднечастотный усилитель 30 ватт и выскочастотный усилитель 20 ватт довольно неплохо похоже на то что они имеют еще и запас по перегрузочной способности низкочастотный обрезной фильтр сапсоник фильтр может быть в положении флэт плоский то есть без ограничения может быть отрезать 80 герц или 100 герц это может быть необходимо например при работе с сабвуфером эквалайзер может делать что низкочастотный low-pass фильтр плюс-минус 6 децибел со средней частотой 100 герц среднечастотные фильтр с частотой 1 килогерц плюс-минус 6 децибел а также плюс-минус 6 децибел имеет часто выскочастотный фильтр high-pass фильтр с частотой 10 килогерц то есть плюс-минус 6 децибел на частоте 10 килогерц очевидно ниже на частотах будет меньше выше стало быть возможно больше может и нет здесь об этом ничего не сказано также имеется bypass switch то есть выключатель обход этого фильтра чтобы он не принимал участие в звуковом тракте импеданс 20 киломбалансные 10 киломбалансные входы входная чувствительность 85 милливольт при подаче розового шума выдает 90 дебе и cpl в одном метре от колонки на максимум громкости защита по току по температуре при переходных процессах при включении в выключении сапсоник фильтр и внешний фуз то есть предохранитель кабинет то есть корпус выполнен деревом шпанированный винилом ламинированный очень красивый как настоящее дерево смотрится поверхность панели этого монитора размеры монитора 235 на 381 миллиметра на 230 миллиметров вес 10 с половиной килограмм и так на задней панели что мы видим друзья мои мы видим разъем для подключения сетевого кабеля мы видим предохранитель сетевой включатель питания и селектор выбора напряжения питания 10 30 вольт в нашем случае в частности видим огромный сравнительно радиатор вот теперь я верю что это а б теперь это очевидно видно и интуитивно понятно что это не класса д а класса б усилители входные входной блок представляет собой три разъема представлен в виде xlr балансного также балансного джека и небалансного рси и разъема эквалайзер вот он самый байпас а включить эквалайзер можно таким образом low cut фильтр то есть подрезка снизу осуществляется либо позиции flat посередине либо 100 герц вниз 80 герц вверх теперь уровни уровень сигнала мы видим минус 30 децибел тире плюс 6 децибел со средней точкой дискретной по крайней мере чувствуются шаги переключения low то есть низкочастотный фильтр плюс минус 6 децибел со средним положением также дискретный условно говоря не знаю это может быть 30 позиций мид на который на одном килогерц регулирует плюс-минус 6 децибел тоже дискретный и high pass фильтр плюс-минус 6 децибел тоже средним положением мы видим здесь но кружки ручки прорезиненная их удобно держать понятно по фиксатору беленькому где находишься вслепую если нужно регулировать что может пригодиться так как они расположены сзади монитора порт фазоинвертора порт фазоинвертора сверху щелевой то есть эта линейка мониторов явно отличается вот предыдущих которые мы рассматривали в том числе и портом хоть он расположен сзади но применен щелевой но тоже небольшой площади предлагаю послушать эти мониторы как они звучат на известном пожалуй всем моим слушателям наборе треков три полосы это лучше чем две полосы должно быть детальнее мониторчики серьезное хорошее давайте-ка послушаем как обычно включаю запись потом и трек этот подложу к нашему видео сначала шум для установки уровня подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok